Ссылка на авторитет. Эту ошибку еще называют «забрасывание слонами». К ней прибегают, когда вместо обоснования или опровержения обсуждаемого тезиса вам сообщают, что с такой точки зрения согласен или не согласен некто, обладающий авторитетом, будь то известный ученый, философ, политик, лидер общественного мнения и тому подобное. Чем более на слуху упоминаемое имя, тем более убедительным кажется такой аргумент. Факт, что практически всегда можно найти эксперта с противоположным мнением, в рассмотрении не принимается. Так, когда фарисеи и проросвященники послали служителей схватить Иисуса, те вернулись ни с чем. Сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него, кто из начальников или из фарисеев? Иван Глетаана, 7 глава 32, 45-48 стихи. Этот тезис, выраженный в форме риторического вопроса, должен был убедить очевидцев, что выводы, сделанные ими на основании собственных наблюдений, неправильны, поскольку авторитетные эксперты с ними не согласны. Разновидностью ссылки на авторитет является апелляция к покойнику, когда речь идет о гипотетической оценке обсуждаемого тезиса каким-либо авторитетом прошлого. Ну, например, не думаю, что Эйнштейн с этим бы согласился. Или Фрейд сказал бы, что данное утверждение – результат подавления Эдипового комплекса. Вряд ли Платон бы отнес вас к классу мыслителей, так что не знаю, зачем вы получали диплом. Но ни Эйнштейн, ни Платон, ни Фрейд не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подобные высказывания. Распространенным авторитетом в современной цивилизации являются отвлеченные понятия – наука и ученые. Как говорится, ученые доказали, что вы поверите во что угодно, если вам скажут, что ученые это доказали. И это при том, что в дискуссиях о существовании Бога, подкрепляемые ссылкой на этот авторитет утверждения, не имеют никакого отношения к науке. Сверхъестественное не постигается средством естествознания, как цвет не распознается органами слуха. А под учеными, как правило, подразумеваются исключительно атеисты или агностики. Удивительным явлением человеческой природы является также доверие мнению так называемых звезд, знаменитостей массовой культуры. Средства массовой информации тиражируют высказывания популярных музыкантов, киноактеров, спортсменов и т.п. в сферах, в которых те далеко не эксперты. Зачастую случайный собеседник, будь то таксист или просто попутчик, куда лучше разбирается в вопросах философии, морали, истории, религии, экономии и политики. Влияние авторитетных лидеров общественного мнения просто не зависит от того, насколько они эксперты в обсуждаемой области, не от того, насколько их образ жизни соответствует тому, чему они учат. Вспомним хотя бы популярность этических взглядов Жан-Жака Руссо или Льва Толстого, чья личная семейная жизнь никак не могла служить образцом проповедуемых ими стандартов нравственности. И в то же самое время люди не торопятся следовать учению Иисуса, единственного, кто мог без тени лукавства заявить, «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне?» Иван Глятана, 8 глава, 48 стих. Ссылка на авторитет принимает наиболее злонамеренные формы в контексте культа личности, основателей какого-либо идеологического учения, марксизма, дарвинизма, фрейдизма и тому подобное. Или авторитетных политических лидеров в тоталитарных режимах, Ленина, Гитлера, Сталина, Мао, Муссолини, Чаушеску, Кимарсена и так далее. Когда авторитет культовых фигур становится безусловно непререкаемым, любые труизмы, банальности, ложь и порой даже пошлость и глупость, озвученные самовластным кумиром, растаскиваются на цитаты и воспринимаются как откровения свыше. Ссылка на их мнение или высказывания служит окончательным аргументом в любой дискуссии, даже если их авторство сомнительно, а цитируемый текст оторван от контекста. В частном случае на авторитет может быть ссылка на анонимный авторитет. Врачи советуют, специалисты рекомендуют, было установлено что и тому подобное. Или даже на слухи поговаривают что. В советские времена, например, официальная государственная политика насаждалась на местных партсобраниях через заявления, которые начинали с фразой «Есть мнение». Также вариантом этой ошибки является ссылка на собственный авторитет, на наличие уговорящего научной степени, официального статуса или особой квалификации. Но ничто из этих атрибутов не дает гарантий безошибочности его высказываний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok